Добрый день, приветствую всех. С вами Юрий Шурибов. Вы смотрите оригинал ТВ. Сегодня мы беседуем с известным польским корреспондентом, публицистом, обозревателем, человеком, который много лет отработал в Москве в журналистике, словомером поповским. Тема сегодняшней нашей программы, конечно же, Россия, путинский режим, ну и, собственно говоря, перспективы, что ждать россиянам от путинского режима, а также всему миру. Данная программа подготовлена при поддержке видеоканала Ориджин ТВ. Ну, пан Соломир, вопрос первый. Скажите, как вы можете оценить тот режим, который сейчас сложился в Российской Федерации? Наверное, в ваш взгляд. Мне кажется, что самое короткое определение вот этого режима – это полностью авторитарный режим. Причем, с моей точки зрения, очень интересно посмотреть, как этот режим создавали. Я помню тот момент, когда я третий раз тогда работал в Москве. Приехал в 2000 году, сразу после того, как уступил Борис Николаевич Ельцин, а его наследником стал Вадимир Вадимирович Путин. И помню, как среди тогдашних российских либералов была большая мечта. Но вот, наконец-то мы получили умного, молодого человека, который не болеет, так как Ельцин, который настоящий либерал, который настоящий либерал не одновременно, но он сильной рукой сможет сделать вот то, чего Россия требует сейчас, значит, вот этих либеральных реформ. Это наш русский родственный пеношек. Но потом оказалось, что все получилось совсем по-другому. Я помню, что тогда писал, например, Герман Брэй и другие. Когда система начала двигаться в совсем другую сторону, мне кажется, это было с самого начала, когда началась расправа с олигархами, Гусиинским, другими. Причем, в какой-то степени это можно было еще понять. Но после того, как расправились с Юкосовым, с Ходорковским, началась стройка абсолютно другой политической и даже общественной системы. Системы, в которой практически начался процесс, как его определить? Увашение, не знаю. Узурпация власти, скорее всего, вы не тянете. Что? Узурпация власти. Не только власти, не только власти. Прежде всего, и самое главное, собственности. А, перейдем в собственности. Начался перейдем в собственности. Причем, вот, эти круги, тогдашние элиты власти, они становились практически собственниками. Почему-то закончилась история Юкоса. поскольку кто-то от имени власти от имени власти не перенял собственность. И в тот момент началось становление абсолютно другого политического, абсолютно другой политической системы. системы, которые... Системы, которые... 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 Самые главные сейчас цели... И самая главная задача это сохранить вот эту систему. Вот эти люди прекрасно понимают, что каждая революция в России даже перестроена, заканчивается, перейдем в собственность. Я бы сказал больше. Власть у Путина очень сильная. Очень сильная. Абсолютно авторитарная власть. Но одновременно он является заложником этой системы. Многие, многие решения, которые он принимает, многие лозунги, которые провозглашают, мне кажется, что он даже не является каким-то... что он абсолютно... абсолютно безразличной идеологией. Он обязан сохранить систему. И это его главная цель. Ну да, тем более, что касается олигархов, ведь во время Ельцина их там всего-то было менее, скажем так, ну, таких именно известных олигархов около 10 человек, не больше. А при Путине олигархами, как мы видим, становятся даже полковники полиции. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Но причем все это началось, я бы сказал, уже в начале 90-х. Тогда в этих годах, в эти времена создавалась вот эта система, которая... которая развивалась, которая дошла до такого уровня, как сейчас. Мне кажется, что в России, если был какой-то шанс, надо, чтобы создать либеральную и на самом деле демократическую Россию, вот такие надежды закончились... Я даже могу определить четкую дату это 3-го, 4-го, октября 10-го, 93-го года. В тот момент заканчивались многие мечты, мечты российских или раньше советских либералов, демократов. Я помню этот день, это был сразу после выборов, не помню, уже сейчас месяц, полтора, два месяца после событий такого Белого дома. Вот тот момент, тот момент, когда выступал во время вот этого после избирательного вечера Юрий Карьякин, и он сказал, Россия, ты одурел. И он был прав. Пожалуйста, прошу заметьте, до сих пор обязывает Конституция, которую тогда, в 93-м году готовили под Борисовича Левцина. Она без каких-то крупных основных изменений она работает до сих пор. На основе этой Конституции работает вот эта система. Так что мне кажется, как раз начали в 90-х годах, в 93-м году Россия потеряла большой шанс на то, чтобы создать себя заново, по-другому, по-другим принципам. Россия что действительно, вы правы, Конституция писалась фактически под Ельцина. Ельцин не воспользовался всем вот этим механизмом полномочий, который заложен в этом Конституции. А он уже не смог. Он уже не смог. Не забывайте, в каком состоянии находилась тогда Россия. В каком экономическом состоянии находилась Россия. Это на самом деле был ужас. Я тогда жил в Москве. Я знаю, что это толпушка. Я видел толпы людей, которые приезжали, допустим, из Украины, и на бумаге, ужасное болото, раскладывая вот это украинское само, чтобы продать. И тоже самое проходило, можете заметить, около Белорусского вокзала. Было такое положение. Помните, помните, 1994 год вторые выборы президентские, в которых принимают участие Борис Николаевич Ельца. И что называется? Что поддержка для него 4%. 4%. И что сделать? И тогда появилась идея. Хотя бы то, что называется семи банкирщина. Семь коммерционных банков собрали деньги и передали большие деньги Ельцину на его избирательную кампанию. не задармо, не знаю, как это было. Не бесплатно, в смысле. Конечно, не бесплатно. Вот. В тот момент началась стройка вот этой политической и общественной системы, которая довела до этого, что мы имеем сейчас. Еще одно. в 93-м году, недели до события Белого дома, я помню только двоих российских интеллектуалов, которые предупреждают никаким образом не стрелять по Белому дому. Что силового решения этой проблемы нет. это был Андрей Синявский и замечательный человек Михаил Дефтер. К сожалению, все пошло подгон. То есть, вы считаете, что расстрел Ельцином Верховного Совета в 1903 октябре 1993 года положил начало скажем так узурпации власти и тенденции нет, это не была узурпатия власти. Дело не в том, что это была узурпатия власти. Это было преступление против демократических процедур. Я с вами согласен в этом смысле, но была другая угроза, то, что в Верховном Совете находилось много так называемых красно-коричневых, которые ждали коммунистического реванча. Руслана Едрамовича тоже помню. Но, к сожалению, так пошел процесс, так пошел процесс. Но, с другой стороны, мне кажется, с моей точки зрения, и Синяновский, и Михаил Гефтер были правы. «Конечно, я помню эту ночь, с 3 на 4 октября 1993 года, я тогда жил на Кузовском проспекте, 7,4, значит, порядка 500-600 метров, по другой стороне реки, это было рядом с гостиницей Украина, и по другой стороне реки находился белый дом. Я помню эту ночь, с 3 на 4 октября, как я и мои коллеги корреспонденты, которые смотрели за всем этим, что происходит по другой стороне реки, что будет? В Москве появятся российские войска или нет? С каким-то даже облегчением мы посмотрели, что будет, войско появилось, войско появилось, что из-под моего дома, из-под моего дома двигались старки. И из Кузовского моста в 12 часов, и там в 12 часов дня первый зал по белому дому. Я это видел все со цельными глазами. Тогда я думал, что конечно так надо было делать. я уже так не уверен. Более того, считаю, что это была ошибка Ельцина. Надо было действовать по-другому. Какими-то принимать какие-то политические меры. другие? Хорошо, скажите, а вот вернемся к данению немножко раньше. Август 1991 года, проигрыш хунта ГХЧП, начало распада Советского Союза. Советский Союз распался буквально в течение трех дней. И почему вот когда сразу после распада Советского Союза не было произведено ни декоммунизации в аргентной Российской Федерации, ни иллюстрации, ни осуждения преступлений большевиков, НКВД, Сталинщины, КГБ и всего этого. Почему КГБ не признан экстремической террористической организацией? Ну, например, хотя бы по тому примеру, как это сделали из страны Балтии? Знаете, что я бы на этот вопрос ответил так. Конечно, мы все это оцениваем с перспективы сегодняшнего дня. Тогда, в 90-х, извините, да, в 90-м году смотрелось на это чуть-чуть по-другому. Я бы сказал так, что вот то, что произошло в августе 90-го года, это было просто чудо. Это было просто чудо. Мне, как корреспонденту, тоже довелось переживать это и смотреть на это собственными глазами. Это было просто-просто чудо. Но, с другой стороны, шел тоже какой-то политический процесс. Шел какой-то политический процесс. Развал Советского Союза в этом он не как сказать не это не диво стримя. Процесс начался гораздо, гораздо раньше. Между прочим, большие и очень сильно поблило то, что сделала тогда Украина. То, что сделала тогда Украина. Сразу после, как это сказать, после возвращения из Фороса, где был Горбачев, где был Горбачев, и он был уже отключен от связи. Да, отключен. Да. Вот в Киев приехал генерал дворейников. И первое, что он требовал от Кравчика в Киеве, это подчинение законам чрезвычайного положения комитета Гигачева. Да. И он сказал, ребята, это ваше дело. Это нас не касается. Это на самом деле конец Советского Союза. Тот момент. Конечно, если смотря с этой точки зрения на персону Кравчика, это очень интересная персона. Вы помните, сразу после Гигачева Верховный Совет Украины принимает решение о том, что объявляет суверенитет и назначает дату референдума. Он это сделал против того, чего требовал от Украины президент Пуш, который предупреждал, который уговаривал, нет никаких решений, никаких деяний которые привели к развалу Советскому Союзу, что Советский Союз надо сохранить, поскольку если в этом месте дойдет до развала, повторится например Югославия, югославский конфликт на более жестком, более жестком. А самое главное было то, Советский Союз был нуклеарной ядерной державой. И опасались только выявить винов хаоса в этом пространстве ничего больше. Так что Украина здесь очень умна. С одной стороны да, действительно Украина она в общем-то явилась одним из стабилизаторов распада Советского Союза, когда они подчинились этим преступным требованиям варенья, варенья, вовсе вот этой хунтами КЧП. Но проблема Украины, на мой взгляд, и многие эксперты тоже не основывают свое мнение на этой позиции, то, что после распада Советского Союза Украина, объявив независимость, не вернулась к той Конституции Украины, которая была в 1918 и таким образом это была для Украины сделана важнейшая ошибка, которую сделала Украина. Почему? Потому что таким образом не была признана преступной советской оккупацией, что Украине 70 лет была оккупирована со советским режимом, не была проведена декоммунизация, не была проведена деортификация, потому что российский язык в Украине это оккупационный язык, язык оккупантов, это мы будем говорить историческим и юридическим категориям, на самом деле оно действительно было так, в рамках этого не была проведена иллюстрация, и вся вот эта проблема, на мой взгляд, и многих экспертов, она как раз и оттолкнула Украину от полноценного членства в Евросоюзе и в НАТО. Конечно, я в какой-то степени не могу с вами согласиться, но с другой стороны, я бы сказал так, я большой оптимист, в том смысле, что еще никогда Украина так долго не существовала, как по-настоящему независимое суверенное государство, никогда, высылается на конституцию конституцию 18-го года. Как долго она обязывала? Как долго? Но, с другой стороны, и я, с моей точки зрения, это большое, большое чудо. Благодаря тому, что происходило в 90-х годах, имею в виду Беловесскую почву и так далее, и так далее. Благодаря тому, что Киев никогда не согласился на подчинение ГКЦП, что потом Украина очень, как это сказать, консактентнее, как это будет по-русски, что она всегда придерживается этому принципу. Конечно, мы можем быть членом СНГ, мы можем стать членом СНГ, но только до какой-то степени. И так далее, и так далее. Потом первый майдан, второй майдан, и произошло чудо. Украина стала и вообще украинский народ. Вот через эти больше четверти века это уже политический народ, который как это сказать, сознательный собственной идентичности. Он осознательный собственной идентичности. Украинский народ осознательный идентичность. Да, и это, с моей точки зрения, это одно из самых больших достижений. я не знаю, что будет через год, через 10 лет, но я знаю уже одно, что украинский народ существует как политический народ, что это не только осознание там, не знаю, Тараса Шевченки и так далее, это что-то гораздо, гораздо больше. Ну, ведь и у Польши в общем-то тоже за время Российской империи существовали такие же проблемы, когда Польша фактически была окупирована Российской империей. И более того, Польша была так называемым государством Варшавского договора. Советский Союз имел на нее значительное влияние. Здесь тоже были коммунисты. И тогда, когда вот солидарность, например, я считаю, замечательный метод, когда удалось Валец там и Ерузельскому договориться и так сказать, и все это не было. Из моей точки зрения это тоже больше было? Да. Это тоже больше было. Это первый раз, это первый раз случилось так, что поляки смогли действовать рационально, что принимали решения, что смогли договориться без восстания, без кроты. Это было просто чудо. Может быть, благодаря тому мы просуществовали до сих пор в таком состоянии. Но с другой стороны, извините, что я это скажу, но буду говорить честно, чтобы полная ясность. Я очень люблю русский, очень люблю Россию и очень люблю Украину Украину и люди из Украины. Так что отношусь одной и другой нации с полным уважением. Но вот мне кажется, что как это сказать, польская идентичность это перелом 18 и 19 века украинская идентичность в абсолютно других условиях. Она начала создаваться где-то не знаю вторая четверть 19 века. Причем Украина была в положении более трудной, чем Польша. Между Россией и Польшей была разница вверх. Польша это был католический латинский мир. Украина это был мир восточный, православный. Причем Москва действовала как это сказать очень умно и эффективно, подчеркивая что она является наследником Киевской Руси. Что Украина это наши молодые братья. Это молодые россии. Я только выступаю в программе в Москве с друзьями я всегда им говорю ребята Киевская Русь это не Россия. Киевская Русь это не Россия. Это большая разница. русская идентичность идентичность национальная идентичность это как всех европейских наций это перелом 18-19 века россияне как нация это в какой-то степени результат первой этической войны в период как наполеон Бонапарте шел на Москву. Также тогда родилась польская национальность. Так что говоря что вот Киевская Русь и Россия это одно и то же. Нет это разные не знаю это правда или нет но кто-то мне сказал что один из наших профессоров не знаю еще не проверил этого но он сказал так ты знаешь что вот одно из самых основных основных книг книг словом слова слова о Игореве Россияне они обязаны это читать в транскрипции на русском на русский язык украинцы могут читать без транскрипции еще одна история которую я расскажу как анекдот несколько лет назад я участвовал в экономической форме в Кринец и помню тогда приехал или уже президент или будущий президент Виктор Юшченко президент Украины президент Украины будущий и помню своих коллег из Москвы которые говорили ах будет пресс-конференция как мы ему сейчас скажем что он делает что мы здесь Россия как может и знаете что он сделал он стал вести конференцию пресс-конференцию на украинском языке и что заметил вот мои друзья мои коллеги из Москвы быстренько до места где можно было включить перевод это было просто чудо я им пошепил ребята ну посмотрите ну посмотрите ну посмотрите ну все правильно на каком же другом языке он говорит если он украинский президент то украинский язык является государственным дело не в том дело не в том что как делал себя как делал себя Виктор Юшенко конечно он сделал абсолютно правильно самое главное как смешно глядели вот эти русские корреспонденты которым казалось что это ну как же ну то то украинский это русский язык на самом деле русский но не российский ну это люди просто оболванные пропаганды и надо понимать что Россия она живет по своей сфицированной истории что название россиян это выдумка Петра Первого ну нет знаете что я бы так не сказал мне кажется что им очень трудно расстаться вот за той мечтой о великой России которая практически неизвестно где заканчивается да у нее нет на самом деле границ у России нет границ а знаете что вот я придумываю еще один принцип вот некоторые говорят что Россия начинается там не знаю Красная Горка где-то район Витебска и так далее и так далее нет Россия начинается с Кремля из этого места начинается Россия ну вы правы и даже собственно говоря исторические факты показывают что ставка Золотой РД она переехала в Кремль и политика современной России которая сейчас большевики царской империи и так далее это все наследство Золотой Орды все эти же самые рудименты то есть кто-то один руляет неограниченные полномочия на международном уровне никого не признают извините меня агрессивные извините что я перебираю я бы сказал так что скажу провокацию это тоже провокация но с другой это тоже пропаганда но с другой стороны одна из самых для меня интересных книг которые я читал в последние годы это такой трехтомник Александра Янова Россия Европа 1460 какой-то год 1900 там 24 не помню уже замечательная история советую прочитать вот в первом там вот он так рассказывает что например в России было собственное европейское столетие проблема началась это вторая половина вторая половина правления правления Ивана Четвертого и так далее и так далее нет не все было не все было как это сказать предречено самого начального просто вот и путь цивилизационного и культурного развития пошли по разным по разным путям для меня для меня в какой-то степени это создавало тоже русский менталитет и одна из основ российского националистического мышления это то что писал например Лев Гумилев который сказал татарское игорь нет самое главное самое ужасное по-другому татарское татарское игорь для России это было чем-то очень доброе поскольку помогло сохранить русским свою восточную православную религиозную идентичность что угроза для тогдашней России и Руси это был латинский мир и в какой степени мне кажется что он был прав по мере я не вижу угроз латинского мира и сейчас даже в Киеве что касается религии то я наблюдаю такое явление как люди массово особенно это после победы Евромайдана стало заметно возвращаются к латинскому обряду и этому есть свое достаточно серьезное фундаментальное объяснение потому что патриарх Кирилл патриарх всей Руси который является руководителем и киевского патриарха от русской православной церкви Украины он объявил против Украины священную войну он фактически благословил так называемый Каин в грех мы видим в документальные фильмы кадры как русские батюшки особенно на востоке Украины прятали вот этих боевиков тетушек оружие благословляли убийц и так далее что это такое это просто против воли Бога но в то же время мы видим что Киевский патриархат и украинская атакифальная церковь они не имеют томаса то есть они не каноничные церкви поэтому украинцам остается латинский обряд и я считаю это обоснованно потому что есть Папа Римский и потом тут же какая еще в пропагандистском плане существует проблема ведь я изучал российскую пропаганду и вижу как говорят российские пропагандисты так называемые русские батюшки говорят вот вы тремя перстами креститесь у вас символ веры такой же как у нас русский значит вы такие же русские а братья один народ это уже по-путински и начинают так далее вот но мы украинцы сейчас должны сказать так нет мы другие мы латиняне у нас разный обряд и все разные и отцепитесь от нас и тогда русская действительно уйдет туда к своему православу уйдет туда к своему если можно я бы сказал так что я не хочу не хочу входить в этот спор унит греко-катологическая церковь православная церковь я не хочу я не хочу и не хочу никому не хочу никому навязывать своего обряда не хочу никому навязывать своего обряда конечно не знаю как это будет по-русски но по-польски я бы сказал что я держу на самом деле очень важная важная проблема с точки зрения политического но и тоже с точки зрения идентичности чувство собственной идентичности национальной идентичности это например вот православная церковь киевского киевского патриархата значит для меня очень важная проблема то есть я бы очень положительно оценивала если бы например удалось киевскому патриархату создать свою аутокаталию чтобы этот костел аутокаталии ау церковь церковь ну я понял чтобы она стала канонической получила канонический статус но на мой взгляд здесь виновата сама украинская власть и украинская власть могла бы поступить иначе то что мы помним летом 2016 года состоялся 8-й вселенский собор православной церкви и 226 депутатов верховной рады написали обращение о том чтобы вселенский патриарх нового третий вселенский подпатриарх Константинополь и Нового Рима Варфоломей дал статус украинской православной церкви как автокефальной но это была обращайшая ошибка потому что безвиденно формально существует московский патриархат и учитывая тех доказательств преступлений которые совершили русские батюшки по отношению к украинскому народу то есть к выступлению как юридическое внутреннее нарушение церковного права то что внутри самоцеркви можно было здесь взять пример Путина но каким образом именно тот пример как он борется с так называемым истремизмом то есть можно было провести пару пропагандистских фильмов показать общественности где-то на международном уровне как русские батюшки благословляют вот эти все убийства у себя прячут террористов где-то даже участвуют в военных действиях и потом на основании этих фильмов сразу служба безопасности Украины генеральная прокуратура на следующий день начинает проводить проверки нашли действительно доказательства какие преступления подтвердились подали в суд запретили как экстремистскую организацию и тогда был сельянский патриархат вызвал бы признал украинскую православную церковь в таке фалии потому что им-то деваться некуда эта православная церковь московский патриархат на территории Украины юридически запрещена а сам Вафоломей и его патриархат они за эти стоны чтобы православие было в Украине и они просто были вынуждены дать статус этой церкви я считаю вот в этом произошла ошибка может быть может быть знаете что я бы сказал что-то другое с точки зрения Украины украинской нации мне кажется что нет простых решений нет простых решений нет таких решений которые сразу же на следующий день дадут какой-то окончательный результат нет идет процесс идет процесс идет процесс в очень хорошую стоп в очень важную сторону так как сказал раньше до сих пор никогда еще Украина не существовала как независимое государство столько лет процесс становления украинской политической нации он все время идет двигается вперед вот с точки зрения вот этого украинского гражданика украинца вот например в центральной восточной Украине он тоже создает свою собственную идентичность и процесс расставания с понятием православное как определение русского русского да далее расставание вот что вот русского мира попрощение вот с этим мифом Киевской Руссии это проблема не только русских это тоже Украина это процесс это процесс это не удастся сделать за один день за год за два за три как сказать чтобы Украина обрела вот эту единую украинскую единство то есть с другими славянскими странами вот этой вот религиозной платформы именно вот как на вас взгляд вот латинский обряд для Украины будет объединяющим Украину с другими советскими странами мне кажется что нет и конечно я понимаю что допустим на западной Украине есть большой конфликт и возможный конфликт между вот греко-католиками и московского православного московского патриархата вот мои друзья когда я был в Луцке они мне даже показывали чем отличается архитектурно церковь греко-католиков например от православных конечно это может как-то влиять но для меня самое главное самое главное для Украины это это вот которая все время идет эта стройка собственной идентичности и как бы сказать и для меня очень позитивно понимая как что-то даже чудесное что этот процесс идет с другой стороны с другой стороны то что мешает мой коллега мой друг который живет и работает сейчас на Украине Виталий Портников когда-то сказал замечательную вещь я с ним абсолютно согласен что является самой большой проблемой практически всех стран постсоветских это вот эта категория этот менталитет Совка Советский Минтуритет Советский проклятие это проклятие и конечно этого процесса не удастся реализовать сегодня на завтра не удастся но этот процесс идет и то что сейчас происходит при всех как это сказать негативных явлениях сейчас говорю про Украину но похоже есть и в других постсоветских странах то что процесс этот происходит что все таки с каждым годом на шаг выше на шаг далее это прекрасно это чудо лишь бы этого процесса не удалось остановить я бы сказал так я бы рисковал даже более жесткий тезис больше всех заинтересовано сейчас сохранение этого совока вот в этом постсоветском пространстве это Москва это Россия это Россия ну как же вернемся тогда как к России скажите на ваш взгляд вот это агрессивное о чем я бы так сказал крайне агрессивная внешняя политика Путина и его команда к чему она может привести Россию к чему она может привести я бы сказал я бы ответил таким образом если несколько раз парадигма развития России приводил к определенным результатам нет никаких гарантий что на следующий раз удастся этого избежать с моей точки зрения Россия для которой самое главное это как сказать модернизация собственного государства модернизация не в том смысле что например будет лучше дорог или создадим что-то но вообще парадигма развития парадигма развития система ценности система ценности которая объединяет россиян если она будет такая как как при Иване Грёзы Николая Вторая в советские времена все это доведет до такого же конца очередной революции очередной революции более того если россияне о себе говорят мы догоняющая страна им никогда не удастся догнать вот этого мира который они хотят который они говорят что догоняют нет не удастся посмотрите что происходит допустим в российской экономике она становится все более похожее на то что было при советском союзе значит допустим сколько денег теряет сейчас Россия на развитие собственную армию при советском союзе это бы там не знаю 50-60% советской экономики работала на оборону промышленности оборону промышленности вообще на создавание вот этого монетарного потенциала Россия тут есть Россия снова идет по этому пути Россия снова идет по этому пути столько лет столько раз говорю что Россия советская экономика начинается реформироваться при низких ценах нефти и очень скоро забывает об этом когда только цены нефти растут то же самое происходит и сейчас то же самое происходит и сейчас далее если столько лет еще советский времен начало путина правление путина значит я имею ввиду где-то там в первых нулевых годах 21 века я говорил что надо менять структуру российской экономики что не можно долго сидеть на одной топливной и что происходит ничего с другой стороны попробуйте сейчас поменять систему развития как сказать мод развития тогда вы нарушаете интерес очень сильных слоев среди правящей элиты которые будут сопротивляться если не будет этой элиты иначе иначе не удастся этого поменять без демократической системы не удастся это невозможно не можно создать но как это будет современные современные экономики не соблюдая не соблюдая каких-то процедур правил и так далее и так далее на запахе нет такого понятия как например даже в Польше у меня есть проблема как сделать перевод как перевести на польский язык одну категорию которую в России употребляется при любой избирательной компании административный ресурс поверьте меня я не могу это как сказать перевить на просто польский язык что это обозначает что если у тебя например губернатор если тебе подчинена административная система значит ты можешь себя спокойно рассчитывать что добавишь 10-15% в голос избирать sched я считаю такие термины во всех странах мира нужно стараться переводить на обычный классический юридический язык это узурпация власти что с помощью узурпации власти то есть административный ресурс это равнозначно равновегло узурпации власти я при губернатор с помощью административного ресурса да узурпации власти себе обеспечивает такой-то результат или бери помощью узурпации власти там перераспределяют собственность. Да. И дело в этом, что, так как сказал раньше, каждая российская революция заканчивается переделом собственности. И это большая проблема. Пока не удастся поменять этой системы, этого процесса, России не удастся сделать более современной, чтобы она наконец-то закончила свою гонку, чтобы она больше не существовала, не определилась как догоняющая страна. Но, к сожалению, этот процесс сейчас. Из моей точки зрения, прежде всего, из-за интересов власти. Причем не только Путина. Вот это вот силу правящего класса. Без изменения этой системы ничего не удастся сделать. Россия таким образом, то, что когда сказала после того, как Путина избрали на третий срок, президент Лия Шевцова, в России снова возможна только революция. Потому что это узурпация власти. Ведь даже Конституционный суд сказал, что одно и то же лицо подтвердило положение Конституции. Но это такой же уровень, как Польша Конституционный трибунал. Не может быть более двух сроков подряд. И люди 6 мая 2019 года вышли против. Вот я тоже был одним из участников этого митинга. Дорогой, дорогой, есть такое замечательное понятие в России, которого нет в других странах. Балманский суд. Басманский суд. Басманский суд, да. Чем отличается от сейчас Конституционный суд? Ничем. И более того, я хочу сказать в своих работах, я откровенно объединяю 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в особо тяжком преступлении. Тогда, когда Путин аннексировал Крым. И они в своем решении о законности присоединения Крыма к России подменили понятия. То есть договор, который был, который вообще юридически ничтожный, был заключен между российской федеральной властью и российской оккупационной властью, когда Россия уже Крым захватила, он уже был под российским влиянием, российскими марионетками. Назвала вот эту неюридическую, нечеркую бумагу международным договором. И это в суде Конституционного суда, ровно как и 448 депутатов Государственной Дома и 132 сенатора, вот эти своими действиями дали основания для российской агрессии. Понимаете? Это преступление, которое, на мой взгляд, как юристы, в том числе ипостаси, в этом статусе выступает. Оно должно быть наказано. Согласен, но посмотрите еще по-другому. Одна из самых больших, великих мечт России, что мы будем, как другие Соединенные Штаты. Одна великая мечта России, это мечта об этом, что вокруг нас создадим то, какой собственный наш, нет, не собственный, наш совместный мир. Это великая мечта о том, что Москва может становиться ядром этих процессов, как сказать? Международных процессов. Процессов интеграции. Интеграции. Процессов интеграции. Процессов интеграции. Великая мечтей. Да. это не удастся. Но мы видим, что это уже мечта разлетелась в Дребезге. Как конфликт с Белоруссией? Совершенно верно. Проблема в том, что пока Россия не освободится от этих мифов, от этих сферотипов, такого мышления, пока не освободится от своей великой мечты о империи, она никогда не будет современной страной. Не удастся. Более того, процесс модернизации невозможен. И еще одно. Ужас создали такие условия, когда без революции не удастся освободиться от этого правящего класса, новых собственников России. Вот эта система требует сохранения, консолидации, требует авторитарной власти. И круг закрывается. То есть вы считаете, что наиболее ближайшее будущее России это все-таки революция? Нет, нет, но не знаю. Но этого исключить невозможно. На самом деле, вот, передача власти не будет проходить спокойно. Были такие, которые мечтали об этом, что с приходом Медведева, президента Медведева, все можем начать процесс модернизации России. Тем более, что вот слова, которые употреблял Дмитрий Медведев, звучали так прекрасно, так хорошо. Как вы знаете, в России его называют, да и у других, в том числе, становится русскоязычное сообщество Димка Медведенко или Димка Альфович. Вот, но это было ничего больше, как мечта какой-то группы либералов, которые поверили, что вот, такой-другой, но все-таки царь, и он может расправиться со своим, даже этим, даже со своим выставленником. Нет, тем, которым я его поставил, на этом выпуске осталось не вернулись, вот, колеи, 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 колеи. Ну да, вот, да, то есть, пути. И снова едем по той же, по той же дороге. Да, да, потому что мы все это делали. Да, причем худшему, худшему, на самом деле, потому что... Черт не знает, что будет. Черт не знает, что будет, поскольку, мне кажется, что сейчас весь мир входит в период больших потрясений. А, по крайней мере, до сих пор можно было предвидеть, какие будут, не знаю, не хватает ни русских слов. Ну, 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 в смысле, будущее, да? То, что будет будущее. Да, 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 да. До сих пор можно будет считать, что вот, процессы пойдут так, можно определить, какие будут решения, что будет происходить и так далее и так далее. Сейчас, в принципе, уже, я понимаю, но уже, хотя это как бы было понятно тогда, когда выборщики Соединенных Штатов Америки присудили победу Дональду Трампу, но сейчас становится более очевидным. И мы видим, какие есть для этого объективные данные, чтобы спрогнозировать будущее. Первое. Советник Трампа по национальной безопасности Флинт подал его в отставку в связи с тем, что его американские спецслужбы увлечили в связи с Россией. То, что он, вопреки национальным интересам США, против национальных интересов Соединенных Штатов Америки, пытался обещать, ну и это не лабирных, но обещать России какие-то там выгоды в смысле смягчения санкционного режима и так далее. В связи с чем Дональд Трамп, который уже сейчас, в общем-то, наполовину находится в состоянии эпичного, потому что, понятно, Флинт грозит и тюремное заключение, все это будет расследовано, создадутся комиссии Соединенных Штатов Америки, потому что мы понимаем, там и процедуры, и система работает, есть инструменты, которые все это будут расследовать. Все это цепочки подтянутся. Существует сейчас, да, высокая достаточно вероятность того, что Трамп уйдет в Сау-Коклин, или, возможно, в результате импичмента. Возможно, еще он попадет под машину американского правосудия и так далее. Но, с другой стороны, Трамп уже Путину однозначно подал месседж, что никакого, значит, никакого, так называемого, янтинского сговора, то, что хотел Путин по образцу Сталина собраться там, поговорить о перегиве сфере влияния по понятиям, как это любит Путин, этого не будет. И что Путин должен вернуть Крым Украине, декупировать его, прекратить войну на востоке Украины. Ну вот, мы это прекрасно понимаем. И даже более того, Трамп в иронической форме в своем твиттере высказался, что не кажется ли вам американцем? Обама был слабым президентом. Ну, знаете что, мне кажется, я бы сказал так, как говорили те времена очень, с другой стороны, с другой стороны, вот, я был бы очень рад, если правду оказалось бы все это, что вы мне сейчас сказали. Нет, это я вам сказал просто из той информации общеизвестной, которая... Ладно, я был бы очень рад. Мне кажется, что проблема более сложная. Конечно. Если дело дойдет до импичмента президента Трампа, что-то не знает. Может быть, это было бы какое-то умное решение. Но произойдет, и оно нет никакой гарантии. На 100% я уверен, что таким или другим образом Россия участвовала и влияла на процесс выборов Соединенных Штатов. Вот столько глупостей может быть правящий, вот нынешний президент США на дело. Посмотрим. Но, посмотрите, с другой стороны. Через весь западный мир идет сейчас эта волна популизма. Язык, который употребляет Трамп, он очень похожий на язык наших популистов, польских популистов. Очень похожий. Далее. Чего-то они знают, что будет во Франции. Мы видим, что произошло уже в Великой Британии. Весь мир трясется сейчас. Вот эти проблемы, вот этот популизм, который идет через мир. У него тоже есть какие-то причины. Общественные, не только политические, общественные. Может быть, культурные причины. Не знаю. Я бы сказал так. Пока мы этого... Нету, что... Как это сказать? Незразуменно. Но мы не поймем пока еще. Пока мы не осмыслим, даже не осмыслим. Не осмыслим вот этого, этой причины, которые сейчас трясут весь мир. По крайней мере, тот мир, который мы считаем своим миром. Значит, мир нелиберальной демократии, западный мир и так далее, и так далее. Пока мы этого не поймем, я боюсь что-нибудь сказать. Ну, я считаю, что понять-то давно нужно. И люди, которые хорошо знают право, они-то понимают, что проблема, на самом деле, в том, что популизм привел к тому, что право обесценивалось. И Трамп, и Путин, это, в общем-то, не причины, а это уже следствие. Мне кажется, обесценивается не право. Обесценивается не право. Самое главное. Не знаю, как это будет правильно по-русски. Обесценивается целая система ценностей. Система ценностей, да. Которая была для нас главной. Вот хотя бы вот эта система либеральной демократии. В разных странах нашего, в кавычках, мира, вот эти ценности сейчас поддаются сомнениям. Вон, привозь что. Допустим, в Польше. В Польше, которая совсем недавно стала членом Евросоюза. 24-й год. В молодом поколении, которое живет в этой системе уже достаточно долго. А это поколение, 80% голосует на популистские, по принципу партии, типа «Право и справедливость», партия «Корвина», «Кукис». Для них ценности такие, как, допустим, хотя бы свобода. Они понимают совсем по-другому. Границы, если надо закрывать перед, если по причине какой-то исламской угрозы, которую надо закрывать, пожалуйста, они готовы отказаться от части своих свобод. Поэтому, это очень, как сказать, это часть этой волны, которая идет по всему миру. Но это одно, но есть другой пример. Причем, более реальный, Украина. В 1994 году в Будапеште был подписан Будапештский меморандум между Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Российской Федерацией, также участвовали в Китае. Если Украина откажется от ядерной... Оружие, да, взамен на гарантии. Да, не будет гарантия. Украина свою часть этого договора выполнила в полном объеме. Да. Значит, по умолчанию, согласно практике международного права, другие страны должны были де-факт не обеспечить территориальную целостность. Этого при президенте Обамы сделано не было. По крайней мере, в рамках... Выполнение было, прежде всего, извините, извините. А вы думаете? А вы думаете, что, например, если бы был другой президент, Трамп или Бош, было бы по-другому? Ну, они как... Я... Кто был президентом в 2008 году? Когда начали грузинская война? Тогда уже был... Вот. Мне кажется... Обамы уже начали туда. Уступил свою каденцию. Не помню сейчас. Извините. Он в России был Медведев, но они, по-моему, да, до времена пришли к власти. Медведев и Обама. В России был Медведев, а... Ну, ладно. Ладно. Давайте оставим это. Да. Ну, состав... Извините, я повторю то, что я сказал врачу. Я не знаю. Любой другой президент рисковал бы холодную войну с Москвой или нет, а тем более горячую войну. Не знаю. Ну, я, например, неоднократно обсуждал сценарий развития, если бы Обама и премьер-министр Великобритании, а также другие участники Мудапештского меморандума выполнили бы свои гарантии по данному меморандуму, что тогда бы не было бы горячей войны. На мой взгляд. Потому что те же самые 20 тысяч оказываемых зеленых человечков российских войск, которые оккупировали Крым, во-первых, они... Хотя там и было, да, трое погибших украинских военных при штормах, захватах, да, но украинских военных попали в плен, были временно... Ну, значит, находились в плен, потом их отпустили. Кто-то сейчас незаконно под прикрытием юридических процедур. До сих пор продолжает отсовываться в Крыму после этой преступной аннексии. Но, по крайней мере, НАТО могло бы так же оккупировать, окружить вот этих зеленых человечков. Так же, как они окружают воисты части. Это по закону невозможно. Это по закону невозможно. Я бы сказал так, в НАТОвском договоре есть этот пятый пункт. Но это только распространится... Только на членов НАТО. Да. Украина не является членом НАТО. И хотя бы поэтому... Поэтому не можно было ничего сделать. Здесь возможно будет только одно. более жесткие санкции. Более жесткие санкции. Помочь Украине милитарно. Для меня, например, не то, что Запад не посыл своих поиск. НАТО не посыл своих поиск на Украину. Но даже были проблемы с покупкой оружия Украины на Западе. Но здесь мог быть другой вариант правовой, который, к сожалению, на мой взгляд, не рассматривают. И уже были такие исторические прецеденты. В 1939 году, когда Советский Союз напал на Финляндию, он был исключен из Лиги Наций. Лига Наций это правоприемник, наследник, правоприемник, то есть организации бюджетных наций. И таким образом членство России в АОН, ну не обязательно было Россию за организацию бюджетных наций исключать. Можно было после агрессии, когда российские войска уже были в Крыму, приостановить членство России в АОН, решить ее право в это, и потом Совет Безопасности АОН, я думаю, в рамках Будапештского меморандума, он бы позволил Багратам территориальной ценности Украины как Соединенным Штатам Америки, так и Великобритании после обращения официального правительства Украины ввести свои войска на территорию, минуя, так сказать, НАТО. И такое тоже по режиму Совет Безопасности ВОН ввести войска. Знаете, что, мне трудно все это оценивать, но я понимаю одно, извините, я скажу очень жестко. Будущее Украины прежде всего в руках самых украинцев. Это самое главное, это самое главное. Удастся ли вам выйти из всех своих экономических проблемов или нет? Удастся вам создать эффективно работающий государственный аппарат или нет? Удастся вам победить коррупцию или нет? И так далее, и так далее. Все самое главное, это в руках. Даже удастся ли вам вести эффективную международную политику или нет? все в руках, только прежде всех украинцев. Поверьте мне. Я с вами согласен, но с другой стороны, хотелось бы чуть-чуть вернуться. Не кажется ли, что все-таки после Второй мировой войны мировой как советские коммунисты они были менее агрессивны. И они знали цему жертв вот этим миллионам людей. Вот не было такой милитаризированной политики. И даже все люди, в том числе жители Европы, Соединенных Штатов Америки, правительство, они к международным правилам и нормам более трепетно относились, их выполняли, сейчас. Может быть, это тоже обусловлено тем, что само по себе международное право обесценивалось. На ваш взгляд, как возможно это обесценивалось системой ценностей права? Очень трудный вопрос. Очень трудный вопрос, поскольку с одной стороны, я бы сказал, что есть какая-то граница, которая, по крайней мере, я верю, есть какая-то граница, которая без собственного уничтожения западный мир не перешагнет. Ну да, это не перешагнет. Не перешагнет. С одной стороны, я в это верю, надеюсь, по крайней мере, поскольку иначе это будет обозначать конец этой цивилизации. С другой стороны, я реалист. С другой стороны, я реалист. скажу на польском примере. Польша обоставила четвертую армию, четвертую армию в Европе во время Второй мировой войны. И что? И что? Все закончилось Ялтой, поскольку такие были политические интересы. Это понятно, но тогда дело не было такой развитой я не назову конечно, что сейчас система международного повыраста, но все равно тогда не было таких договоров, соглашений, то есть не было такого каркаса международного права, который мог предотвратить все эти сговоры, понимаете? Сейчас это все более очевидно и понятно, потому что тогда еще не было Нерамберского суда. Сейчас есть суд в Гараке, уже установлено международное право обрессии. Извините, сказали суд в Гараке. Конечно, Милошевича можно было поставить судом в Гараке. А вы представляете себе, что поставите например господина Путина за все то, что было сделано в Чечне? Я уже не говорю про Украину. Я не говорю сейчас про Украину и Восточную Украину. Вы представляете себе это реалистически? Ну, да, потому что мы должны к этому стремиться. И это реально, потому что если мы не восстановим правоотношения, не осудим это преступление, он же потоков в традиции. Ладно, скажем по-другому. мы все время идем как по-лезвии бритвы. С одной стороны система юридические системы ценностей, юридические требования и так далее, и так далее. С другой стороны реальная конкретная политика. Политика где надо соглашать или реализовать разные интересы, разные интересы. И еще создается целая структура, целая иерархия интересов. Если начинать с этого, вы готовы сейчас? Это абсолютно гипотетический вопрос, хотя конкретно. Вы готовы сейчас рисковать ядерный конфликт? Дело в том, что ядерный конфликт скажем больше для обороны системы ценностей. Когда? С которого момента? С какого уровня? я понимая, дело в том, что вы тоже поймите, что касается единой оружия, много аналитиков известных, которые занимались этими проблемами, например, такой вот, как Юрий Швец, это бывший сотрудник КГБ, который работал в американской резидентурии, сам изучал и исследовал этот вопрос. Виктор Суворов Резун тут тоже разведчик. И они, на мой взгляд, правильным основан говорят, что ядерное оружие России это просто по большей степени пропагандистский шантаж. Во-первых, но там много технических различных существует предпосылок и невозможностей этого, потому что разные траектории гравитации, земное тяготение и так далее. Потому что, например, чтобы выпустить ракету из Архангельской области, где они в основном сосредоточены в России, в США, по короткой траектории через Северный полюс, а там иная гравитация, не было никогда испытаний проведено, как она там летит. То есть, они летают как правило с одного региона в другой все уже конкретной траектории. И факт, что она попадет на точную цель, это первое. Второе, Плутоний, его тоже какое-то время нужно менять, потому что он утрачивает силу взрыва и так далее. И более того, сам Путин, вот я недавно, кстати, писал, тоже записывал программу с известным украинским диссидентом Павлом Ламитовым, и Павел Ламитов замечательно рассказал вещи, я считаю, что Путин не может применить ядерное оружие, почему? Потому что он хочет войти в историю как герой, типа, что, он завоеватель, покоритель и так далее. А если он применит ядерное оружие, то кто потом будет его хвалить? Его мечта. И он перейдет в историю как собиратель русских. Да, если он нашлет эту ядерную войну, скажем так, кто потом его будет хвалить? Да, это звучит интересно. Но, с другой стороны, я опасаюсь того, что сейчас происходит в мире. то, что сказал раньше, вот этой волны популизма. Вот, посмотрите, что происходит сейчас с Евросоюзом, которому между крышей вы хотите присоединиться. Из-за этого начался второй Майдан. Понимаете, я... Минутку, минутку, минутку. Посмотрите, что происходит. вот сейчас, после Брексита, после того, как Великой Британия вышла из Евросоюза и выходит из Евросоюза, уж официально говорится об этом, что надо создавать союз двух скоростей. Будет ядро, значит, Евросоюз, стран, которые, у которых совместная валюта Европа и остальные. Вот, появляется предложение, допустим, что вот эти, которые будут становиться часть этого ядра, в Европарламенте у них будет больше прав. Больше, как сказать, они будут принимать больше решений, чем другие. и посмотрите с польской точки зрения, с моей точки зрения, из-за политики нынешней власти мы абсолютно сознательно переходим вот до этой второй части другого сорока, другой скорости, что это обозначает политически, геополитически в будущем. Мы выходим из западного мира о сильной организации, в мире, который снова будет находиться между Россией и западной. Ваша проблема, до которой Европы вы сейчас стремитесь. как действовать в такой ситуации? Это тоже для Украины экзистенциальный вопрос сейчас. Поэтому, короче говоря, есть такое китайское проклятие, чтобы ты жил в интересные времена. Будете жить, извините, перепозирую, будете жить во времена перемен. Или будете жить во времена перемен. Я, как уходящее поколение, мне казалось, что это уже за мной. И вдруг оказывается, что все возможны. И этого я опасаюсь. Конец. Это тот мир, в котором мы сейчас живем. Чего-то не знает, как будет развиваться положение. Конечно, может быть, придумают какие-то гибридные войны или другие войны. Может быть, все будет так, как времена холодной войны. Будут разные проблемы будут решать при помощи разных заменительных конфликтов, локальных конфликтов. Холодная война, которая может вспыкнуться заново в Европе. Это очень опасная ситуация. Черт не знает, как все это будет развиваться. Но с другой стороны еще одно, что хотел бы сказать. Одна из самых великих меч Москвы самая идеальная система мирового порядка. Это концерт держав. Значит, не будем говорить с НАТО, не будем говорить с Евросоюзом, будем говорить отдельно с Германией, с Францией, с Соединенных Штатах. Это мечта. Россияне прекрасно понимают, что сейчас они играют, употребляют язык из бокса, выше своей категории веса. Единственная ситуация, когда они могут сохранить свое положение, свою позицию, это только в системе вот этих концертов держав. Самый идеальный мир для России, это был мир после 1815 года. Расследовать все, чтобы это воссоздать. удастся, не знаю, но шанс у нее есть. Но на ваш взгляд, хотя бы примерно, когда возможен распад России? Когда возможен распад России? А знаете что? Я бы не хотел этого. Я бы этого не хотел. Конечно, есть если допустим татарство захочет стать независимой державой, такое будет решение, не знаю. Но в нашей истории последних несколько десятилетий только раз случилось, что два раза, два раза случилось, что развал удалось реализовать в достаточно без кровавых бескромных условиях. Бескромных условиях. Это Чехословакия и Советский Союз. Что бы ни говоря. И Советский Союз. Дальше это возможно? Не знаю. Россияне очень боятся того, я вообще не могу согласиться на это, что когда-то Россия вернет до величины великого Московского княжества. Это обозначает, короче говоря, что я пока буду жив и пока буду заниматься Россией, Востоком, у меня будет вот столько работы. Просто смотрите, я не так давно записывал передачу с видным еврейским общественным деятелем Украины, председателем Европейского Азиатского Еврейского Конгресса Иосифом Зисельцем. Это бывший советский диссидент. И вот Иосиф Зисельцем на мой взгляд выделил обоснованную правильную тезис, что при любых демократических процессах внутренних Россия распадется. Потому что Россию внутри сдерживаются все республики, которые находятся в том числе мы считать не будем. Там она на особом положении находится. Но Точнее как Дагестан, Тарстан, Бурятия, Адмуртия и прочее только силу все сдерживается внутри. А я не согласен. А я не согласен. Более того скажу. Если на самом деле Россия удастся создать по-настоящему демократическую систему, по-настоящему ниберальную систему, только тогда Россия удастся создать собственный софт-пак. Скажу еще провокационно другое. Если бы в 88-м году или 89-м году в Москве серьезно отнеслись к проекту Андрея Дмитриевича Сахарова, который предлагал абсолютно новую конституцию и конструкцию Советского Союза, может быть, может быть, подчеркиваю, может быть, я не уверен, но может быть, удалось бы организовать Советское государство по-другому. Может быть, тогда удалось бы переменять, переменять этого изменить и переделать этого совока в демократическую гражданину постсоветских Соединенных Штатов. Сказал абсолютно сознательно как в какой-то степени интеллектуальную провокацию. Ну, понимаете, да, я считаю, что, как бы, вы говорите, но тут в другое возникает вопрос. А как все это реализовать в реале? Ведь у России нет опыта демократии вообще как такового. Вы действительно, начиная с 1917 года, власть нерегитимна. А то, что произошло как раз в те времена, когда вы были, то так называемые смутные 90-е, начало 2000-х. Это просто... Но раньше были замечательные 80-е. Конец 80-е. Это было просто чудо. Вы знаете, да, я с вами согласен, но с другой стороны произошло самое страшное, что даже, может быть, это не сколько КГБ, а что к власти и Путина, и вся вот эта его команда просто пришли откровенные бандиты. И бандиты стали приходить на всех уровнях. Дорогой, давай, отбросим бандиты, фашисты. Все это отбросим. Мне надо употреблять таких слов. Это только отражение эмоций. Нет, я... Хотел сказать что-то другое. Надо. В 90-м году, как корреспондент польского магистрата Печати, участвовал в замечательной очень большой, по-моему, самой большой демонстрации в Москве. Уже было известно, что Горбачев начинает менять свою политику, что начинает открываться вот на этом более консервативную сторону в Компартии. есть большая демонстрация на Зубовской Курчаке. Самое широкое место на Садовом кольце. Самое широкое место на Садовом кольце. Пришло, не помню, 300-350 тысяч человек. Вокруг, во всех этих переулках, заулках и так далее, и так далее, на улицах стоят солдаты внутренних войск. Может быть, среди них был и тогдашний ОМОН. Может быть. Великая демонстрация, манифестрация. Вот на трибуне Евгений Евтушенко зачитывает свою новую поэму. За голод, за тюрьмы, за вагрик, прости нас, Россия. Это повторяется несколько-несколько раз. Там выступают Юрий Николаевич Анат Афанасиев, другие. Конец демонстрации. Конец демонстрации. Из этих громко как назвать громко говорителей я слышу. Ребята, вас умоляю, просим, не поддавайтесь любой провокации. Любая провокация может обозначать кровополитие. Сохраняйте спокойствие. Надо нам разойтись в полном без шума. И знаете, Полная тишина и через вот эти громко говорители я слушаю музыку. возьмем себя за руки друзья, возьмем себя за руки друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Слушай, это для меня было чудо. И вот за такой Россией я тоскую. Больше скажу. Только у такой России есть шанс на будущее. Конец. Все. Больше не говори. Так как чудо, и это уже последнее, на самом деле последнее, так как для меня чудо был первый и второй майнер. Это вас создавало как народ. и это сказать это второе крещение. Для украинцев. В смысле это для нас второе крещение. В кофе как крещение, конечно, символически. Национальное крещение. Национальное крещение. Это просто чудо. Это просто чудо. Но смотрите, сейчас же то, что вы говорите, в России вообще полосу невозможно. Потому что даже людей сажают в тюрьмы, которые уходят на одиночные пикеты. Почему головные дела полосу смансифицируются с помощью провокаторов, которые сотрудничают с проконатными органами. Даже правозащитники я общался с такой известной правозащитник в России Владимир Захарович Кушинов. его еще 7 лет таскали по его рассказам в НКВД при Берии за то, что он любил выходить на Красную площадь и разговаривать на остальных языках с иностранцами. А кто вам обещает, что все это произойдет, что вот эти большие перемены пройдут абсолютно без проблем? Просто я вам что хочу сказать. Как говорят правозащитники те, которые родились в сталинские времена. То, что да, раньше была статья 58 антисоветская деятельность Уголовного кодекса Советского Союза и под нее как правило всех сажали. Но в то же время органы были более объективны. Было порядка 20% оправдательных приговоров. Теперь оправдательных приговоров в России даже меньше одного процента. Какие-то там тысячные доли. А бывали годы, когда вообще не было ни одного оправдательного приговора. И сейчас как вам объяснить нет такой нормы в принципе по которой по закону можно посадить человека за одиночный пикет. Но его просто поделок фальсифицируют. Скажем на основе польского опыта. Сейчас больше подлее времена. На основе польского опыта. Никто на поднос не принесет вам свободы. Никто если вы сами этого не сделаете. Никто не принесет. Никакой новый умный цар самое главное все это надо делать разумно. С полным сознанием что этого не удастся сделать за один день. Но то что сделали за последние 20 с чем-то лет с Украины это просто чудо. Хорошо послами и последний ваш совет россиянам которые согласны с этой преступной нотни-путинской политикой. Ну нормальный который все принимает. Последний совет для россиян. я бы сказал так ребята друзья если на самом деле хотите создать современную Россию процветающую Россию сильную Россию вам надо отказаться от всех своих мифов мифов которые все время сбивают вас вот с этого пути. Если хотите создавать на самом деле демократическое государство вы сами должны быть демократами. имперское помещение с демократией никак не удастся соединить. Все. Панцева Зославомир огромное вам спасибо. Сегодня 17 февраля 2017 года мы беседовали с известным польским журналистом обозревателем публицистом человеком который 13 лет работал в российской журналистике Славомир Попоповский С вами был Юрий Шури Данная программа подготовлена при поддержке видеоканала Оригинал ТВ Смотрите Оригинал ТВ Подписывайтесь на Оригинал ТВ Самая оригинальная и актуальная информация Оригинал ТВ Оригинал ТВ